Хей-хей-хей! Всем привет от Кэт! Сегодня у нас понедельник, 7 сентября. В Америке праздник. Labor Day. День трудящихся. И все трудящиеся не работают в выходной. И все детишки выходные, и ребятишки, и также их родители. И сегодня по американской традиции последний день плавательного сезона. Мы сегодня сходили на американскую вечеринку, поплавали. После этого дня все везде закрывают бассейны, если не находились на улице. И до следующего года, до мая, в мае, все бассейны под открытым небом откроются снова. Но это отдельная история про вечеринку. Не будем о грустном. Вы знаете, там были одни американцы, и такая скокота, что я вам даже передать не могу. Не могу я быть с ними на одной волне. Поэтому я ушла раньше всех. Пришла я домой и прочитала некоторые комментарии. И сегодня я хочу сделать такой видеоответ на интересующую очень многих тематику по поводу разных поколений в Америке. Молодежь и старики. И как здесь происходят взаимоотношения между ними. И заботится ли молодое поколение о своих старых родителей. Ну, с чего я начну? Наверное, начну я, не отходя от кассы, расскажу о своем соседе. И вот с этой стороны стоит дом. Это мой сосед, neighbor from hell. В переводе с английского на русского значит сосед от черта. Когда мы купили наш этот дом, много-много лет тому назад уже, мы приехали в этот дом, конечно, никого не знали. И здесь есть очень хорошая, старинная такая традиция, знаете, в Америке. К сожалению, она уже умирает, потому что молодежь это не поддерживает. Но я стараюсь. Хоть я еще и не пожилое поколение, но и не совсем молодое, но я поддерживаю эту традицию. И когда мы сюда въехали в дом, к нам пришла соседка, постучалась, принесла пирог и сказала, добро пожаловать в наше соседство. И таким образом с нами познакомилась. Это обычная традиция, когда кто-то покупает дом и въезжает в свое соседство. Просто, как говорится, культурно. Это надо просто, как сказать, соблюдать эту традицию. Купить тортик или испечь тортик, или пирожок какой-нибудь. Постучаться и пойти, познакомиться. Обычно они сразу дают свои телефоны, говорят, если тебе что-то надо. Или ты вот новый в этом районе, ты что-то не знаешь, например, где что находится. Пожалуйста, всегда позвони, постучи к нам, и мы с радостью тебе все расскажем и покажем. Вот так вот было с нами. И эта соседка пришла и говорит, вы знаете, очень у нас хороший район, хорошие люди, все хорошие соседи, за исключением одного. У нас есть neighbor from hell. И, к сожалению, он ваш сосед справа. Представляете? Ну и потом я имела честь его увидеть. Это был такой престарелый дедок тогда еще. Мы приехали сюда, в этот дом, 17 лет тому назад. Престарелый дедок со своей бабушкой. И мне сказали, что бабушка была на 10 лет его старше. Это был не первый их брак. То есть они уже встретились такими взрослыми людьми, по-моему, после 40. За плечами у каждого уже был брак. И дети. Ну и что я вам хочу сказать. Этот дедок сразу нас не злюбил. Сразу не злюбил. Я могла по внешнему виду сразу прочитать все его эмоции. Он ничего нам плохого сразу ничего не говорил, не делал. Он даже вообще ничего нам не говорил. Он даже не говорил нам ни high, ни bye. Я когда находилась на своем бэкьярде, на своем дворе, мы могли вот так вот близко друг от друга находиться. Вот я там, например, со своими цветочками занимаюсь. То есть он там свои деревья подпиливает. Вот мы рядом находимся, он никогда не скажет hi. Хотя я вначале говорила hi, how are you? А он просто демонстративно отворачивался. Представляете? Это очень редкий случай в Америке обычно. Люди здесь улыбчивые и такие доброжелательные, вы знаете. Но тем не менее, наша жизнь в этом доме началась. У нас были такие истории с этим соседом. У нас стояло дерево как бы на нашей территории. Но ветви как бы, когда разветвлялись, да, тень падала на его участок. И когда вот с этих ветвей падали листья, они как бы падали на его участок. Вообще в нормальных ситуациях у всех соседей, да, если на твоей территории листья, ты не будешь разбираться, с какого дерева оно упало. Потому что деревьев много, ветер мог принести листья откуда угодно. Мы просто их сгребали, собирали в мешки и выкидывали. Это мы делаем каждую осень так. А что он делал? Он сгребет все листья и вот просто демонстративно вот такой вот файл, целую гору листьев кидает на нашу траву, на наш участок. Представляете? Один раз у меня муж это увидел и был грандиозный скандал. Хотя у меня муж вообще тише травы, ниже воды или наоборот, вообще его не слышно, не видно. Он не скандальный человек, он никогда не идет на конфликты. А здесь просто он не выдержал, потому что дед прямо при нем набрался наглости и при нем начал просто эти горы листьев кидать на наш участок. И, в общем, мой муж, вы знаете, сказал ему все, что он думает. И вы знаете, он почувствовал такой сосед эту резистанс, как говорится, что мы можем за себя постоять, и он перестал это делать. Были еще такие случаи, когда мы поставили детскую площадку на наш участок. Она как бы стояла между нашим и его участком. Он потом целый день лазил на коленях вот с этой вот лентой, сантиметром, измерял, правильно ли мы поставили, потому что здесь по американским законам, если ты что-то ставишь, например, какую-то детскую площадку, оно должно находиться на определенном расстоянии от соседской территории, туда-сюда, какие-то там у них параметры есть. И он надеялся, что мы нарушили правила. Но к его разочарованию мы ничего не нарушили, и, в общем, он успокоился. Хотя я слышала, люди, которые жили до нас, тоже молодая семья, в этом доме, они поставили забор, представляете, они поставили забор, то есть, чтобы отгородиться от него. Он также это все замерял и обнаружил, что у них забор поставлен ближе к его территории на полтора сантиметра, чем это положено. Он на них пожаловался, заявил куда-то в городские власти, и у этих людей потом были большие проблемы, и власти потребовали, чтобы люди перенесли забор на полтора сантиметра ближе к себе на территорию, представляете. Но я так поняла, что люди просто были вообще ошарашены и так расстроены всем этим фактом, что они просто снесли этот забор, и вскоре я слышала, что они отсюда уехали по разным причинам. В общем, вот такая вот у нас история с одним дедком. Так еще, вы знаете, что его имя было? Это Жорж Анушка. По-русски говоря, Женя Анушка. История умалчивает, откуда он приехал, откуда у него корни растут. Но такое чувство, что откуда-то он приехал, вы знаете, с наших необъятных мест, откуда мы все с вами. Потому что Жорж Анушка — это Женя Анушка. Я так подозреваю, что он понимал, на каком я языке говорю, но никогда вида не подавал. Единственное, что я хочу рассказать, он нам питал такую небольшую слабость к моей маме. Из-за всего нашего семейства он относился к ней, по-моему, с любовью. Каждый раз, когда мама приезжала к нам, и она выходила на нашу территорию, там у нее огородик был свой, она там занималась своими цветочками, помидорчиками, он всегда к ней подходил, представляете, говорил ей «Хай!» И на каком-то ломаном, я не знаю, каком-то русско-украинском, не знаю, каком-то языке с ней мог изъясняться, польском, что-то у него такое все якобы намешано было. Но тем не менее, представляете, так моя мама не говорит по-английски, он с ней мог изъясняться. Ну так они говорили о природе, о погоде. Я говорю «Мама, мне кажется, он на тебя глаз положил». Моей маме там было около шестидесяти, да, а ему было до девяносто. Представляете? Я говорю «Так, конечно, он к тебе относится как к молодушке». Представляете, если ему сколько лет было, а его жена на десять лет его старше. Ну и что вам хочу сказать? Вот так вот мы жили все семнадцать лет, ребята. Бок о бок он ни разу не сказал «Хэлло» ни мне, ни моему мужу, ни моим детишкам. Ну и... А еще что хочу сказать, да, его жена, вы знаете, он очень-очень плохо с ней обращался. Он был очень такой, знаете, не очень таким, наверное, хорошим человеком. Он ее очень часто обижал. Я была свидетельницей того, что он ее обижал постоянно словесно. Я не знаю, что было с закрытыми дверями. Может быть, он ее и поколачивал. Не знаю. Она никогда не вызывала полицию. Но вот выходя вот сейчас вот, да, я с вами разговариваю как раз именно на своем балконе. А вот с той стороны его дом. Я вам потом сделаю экскурсию небольшую. И они всегда летом вот в такую погоду, вечерами выносили два стульчика сзади своего дома и сидели. Вы знаете, вот такой тишины у нас, как сегодня, только щебечут всякие там букашечки, птичечки. Такой тишины никогда не было. Он постоянно орал на нее. Постоянно, ребята, по поводу, без повода. Ты безмозглая дура. Да ты такая-растакая. Всякими там дифферамбами, которые вы можете себе представить и которые вы знаете на английском языке, он использовал на нее. А ее было всегда не видно, не слышно. Так что я думаю, там не очень было все хорошо. Потому что еще один момент такой был. За 17 лет, ребята, я никогда не видела никого, чтобы кто-то к ним приезжал. Вы представляете? За 17 лет я ни разу не видела, чтобы у них были гости. А где же их все дети и тогда уже внуки? Потому что у нее была семья, дети от первого брака. И также у него, представляете? Это уже о чем-то говорит. Я думаю, что там было что-то очень такое, эти серьезные и непростые какие-то семейные отношения. Никого никогда за эти года мы здесь не видели. Так что бывает и такое. И вы знаете, и что? И в общем он там ковырялся всегда на своем где-то заднем огороде. Там трава у него, всякие яйца, кустики. Он их лелеял и любил прямо как свое детище. Всегда подрезал их там, занимался чем-то. Боже, каждый день он там лазил по своей траве, что-то делал там, чем-то ее прыскивал, опрыскивал. В общем, это для него была его жизнь. И вот так вот было из года в год до сегодняшнего лета. Вы знаете, смотрю я один раз, как-то дед идет, наш сосед, и хромает очень. Ну, думаю, что-то у него, наверное, случилось. Потом еще через неделю, бац, смотрю, он идет с такими сходунками. И мне потом кто-то из соседей сказал, что он себе сделал хип-реплейсмент. Хип-реплейсмент это, то есть, когда-то забедренная кость, от старости, от возраста стирается. Здесь очень популярная операция, заменяют на металлические. Но, ребят, не забывайте, ему 96 лет. Представляете, 96 лет, и он пошел на такую серьезную операцию. И я смотрю, уже, короче, его выписали с госпиталя, он идет с такими сходунками, хромает, но идет сам до почты. А потом смотрю, бац, он пропал. И бабуськи его не видно. А мы как раз уезжали на выходные из города, приезжая в понедельник, и мне другая соседка рассказывает, ты знаешь, что случилось? Я говорю, что такое? Она говорит, у вашего соседа тут такой бомон был. Я говорю, что случилось? А он говорит, была скорая помощь, машин куча было. Короче, дед потерял сознание в своем гараже. Бабка его увидела, а бабка на 10 лет его старше, да, у нее очень-очень много медицинских проблем, она уже плохо сама ходила, и он это все время ей помогал как бы передвигаться, а тут она такого видела. В общем, кое-как она смогла до кого-то, дозвониться или достучаться до соседей, они вызвали скорую, и деда забрали в госпиталь. Что с ним конкретно случилось, я не знаю, но смысл такой, что он побыл в госпитале, и после госпиталя он никогда не вернулся домой. Прямо оттуда его и его бабуську отправили в дом престарелых. И в общем, что я слышала, дом престарелых прямо где-то у нас недалеко находится, что он уже был плох, после этой операции не совсем все пошло так, как хотелось бы, и что он не мог уже сам за собой следить, и за своей бабуськой, и тем более содержать такой дом. И в общем, прямо из госпиталя их отправили в дом престарелых, где есть медицинская помощь, постоянно находятся медсестры, врачи, которые им помогают, им там как бы дается такая, знаете, своя маленькая комнатка, и они там живут, доживают свой век. И вот такая вот история, ребята, просто, знаете, даже как-то мне его и жалко, хотя у нас не было никаких хороших отношений, соседских таких, но мне даже его жалко, вы знаете, вот она и жизнь, жизнь-то прошла, и вы знаете, задумываюсь часто на него, смотря, а для чего он жил, ребята, да, вот так вот, такие вопросы глобальные, вот жил-жил, был вот такой, вот его все в соседстве называли neighbor from hell, потому, потому что он многим там в молодые еще свои годы строил проблем, устраивал скандалы, то есть никто его в соседстве не любил. Я так понимаю, что свои же дети и внуки его тоже не особо благоволили, потому что никого из них я никогда не видала. Со своей женой он обращался очень плохо. И вот он жил, трястся над своим домом, над своими елочками, кустиками, и потом вот так вот с ними случилось, бац, в один день, и все, вы знаете, вот то, что он наживал, там, собирал что-то, все, все закончилось. Все-таки мне кажется, знаете, люди должны жить, по крайней мере, я так для себя, что ты должен нести какую-то доброту в этот мир. Ты не можешь изменить весь мир, но ты можешь изменить что-то небольшое окружение вокруг тебя, какую-то радость дарить, заботу и тепло людям. И когда ты уходишь с этого мира, мне кажется, что самое главное? Главное, кто тебя будет помнить, сколько человек тебя будут помнить, и как они о тебе будут отзываться после того, как ты уходишь. Я же думаю, так правильно? И что хочу сказать? По поводу бабульки, это я конкретно не знаю, знаю, что у этого детка сын взрослый, и я вот слышала, что теперь все права на дом у этого сына. Я уже видела несколько раз, приезжал мужчина, они там начинают вывозить вещи, и скорее всего, когда уже все легальные бумаги будут до конца подписаны и сделаны, этот дом выставят на продажу. Так что, ребята, кто хочет быть соседом или соседкой у Кэт, приезжайте к нам в город Висков, можем жить даже по соседству. А дом очень хороший, хотела сказать вам, потому что этот дедок, знаете, держал в идеальном порядке дом, и в идеальном порядке все, что вокруг. но тем не менее, вот так вот, он сейчас в нерсингхоме, к чему я хочу сказать, здесь дети не заботятся о своих родителях, какие бы отношения у них не были, теплые или нет. Абсолютно, абсолютно все старики, то, что я знаю, случай, все заканчивают в доме престарелых или живут как-то, если они еще в состоянии, сами по себе. Никто здесь не живет вместе. Дети с родителями престарелыми не живут. Дети за стариками здесь не ухаживают. Но самый главный фактор, какой я могу привести и чем объяснить, почему дети не ухаживают за родителями, это, конечно же, американский лайфстайл, да, жизненная ситуация. Здесь трудовые будни засасывают так, что даже некогда сказать слово кыш, не говоря о том, что кто-то там будет заботиться и возиться со стариками. здесь новый день, новый доллар, как они здесь любят говорить, очень много работают. И что, старики одни будут находиться в доме, а если они не могут один находиться в доме, им нужна помощь. Поэтому, наверное, с этих соображений я не знаю. У меня другие взгляды на эту ситуацию, потому что я все-таки, может быть, по паспорту я и стала американкой, но мой менталитет все-таки совершенно другой. я не согласна со всей этой обстановкой, которая здесь в Америке. Но, тем не менее, ситуация вот такая вот, так что, и это считается для них в порядке вещей. Родители не обижаются на детей, это у них такой расклад жизни. Дети не заботятся о своих родителей. Ну, вот я надеюсь, я вам ответила на такой интересующий вас вопрос. если вам что-то еще интересное или что-то забыла рассказать, спрашивайте, а сейчас кому интересно, пойдемте. Я вас прогуляю чуть-чуть и покажу дом своего соседа. Ну, и вот домик такой вот моего соседского дедка. Скоро он будет на продаже, я так думаю, что где-то они его поставят за 250. Они всегда ставят по максимальной цене. Упс, на полюсик меня тянет по максимальной цене, чтобы потом эти люди торговались. Я думаю, что скинут наверное до 200. Это его цена. И вот такой вот, смотрите, елочки все красивые, дорожка вся белая, чистая. И вот этот домик и здесь жила эта бедная бабуська с этим дедуськой долго лет, много лет. И теперь он стоит пустой и одинокий. ждет своего часа. Смотрите, какие здесь елочки большие, красивые. Все в чистоте, в порядке. Он, конечно, все это, вы знаете, так за этим всем ходил. Тут травка, листочек к листочку, листик к листику. Деревца он эти все всякие сам подстригал. Вот под этим деревом никогда не забуду. Каждое лето настрижет кустов, листьев, потом в футболку сядет, возьмет бутылку пива и сидит здесь, демонстрировал мне свои телеса дряблые, старческие. Ну вот, вот такой вот бэк-ярд у них, видите, все такое чистенькое. Вот там вот он всегда со своей бабушкой выставлял два стулика, и они сидели летом. а теперь никого нет. Вот такая территория, довольно красивая, зеленая. А вот это вот, посмотрите, это он мне оставил свое произведение на память. Да, наплёс? Наплёс. Вот это вот, смотрите, он поставил палку, сюда гольфовский мячик прицепачил, и вот такой вот краской покрасил. Это, ребята, догадайтесь, что это? Давайте, кто догадается, тому шоколадка. Это он поставил, как сказать, определитель нашей территории. Посмотрите на эту красоту. Вот они, мои мальчики, мои гуляют, всегда за мною ходят. Да, персик? Персюня пришёл, он там, Наполеосе, да? Персюня пришёл. Это разграничитель наших территорий. То есть, вот она стоит, это его же территория, это наша территория. И смотрите, Наполеосе своим персюням, да, зашли уже на его территорию. Ребята, если бы это было раньше, когда дед этот был в доме, он бы нас сожрал просто. Он вообще очень болезненно относился к кому-либо, кто заходил на его территорию. А тут, видите, вот. И вот, с одной стороны, вот этот вот, такая штучка, разграничитель с этой стороны. И вот потом идёт дедовская территория. и потом вот там вот в конце дороги такая же оранжевая метка разграничения там наших владений. Ну, вот и всё. Вот, видите, был-был, и теперь его нету. И дети, конечно же, совершенно не будут за ним заботиться. Ну, я желаю, как бы там не было долгих ему ещё лет, пускай живёт, пускай радуется своей жизни в Нюрсенхоме. Здесь они, между прочим, дома престарелых, если они не государственные, я слышала, частные, у кого денежки водятся. Они очень хорошие, у них хороший уход, хорошая забота за стариками, так что жизнь хороша. Ну, а мы будем скоро ждать новых соседей. Я надеюсь, что они будут с хорошими людьми. И я обязательно испеку яблочный пирог и пойду к ним сказать им добро пожаловать в наше соседство.